Мне кажется, что сегодня, как никогда, палитра настолько разнообразна и многоградна, что просто на одной станции метро можно найти несколько театров, и в один вечер несколько спектаклей, которые будут в одном и том же театре, совершенно на малой сцене, на большой сцене и на какой-нибудь еще средней сцене, будут совершенно катастрофически разниться по направленности к нравственности взыванию или к разрушению всех моральных принципов. То есть сейчас настолько вот это все, ну, этого так всего много, что я побоюсь всерьез начать сейчас какому-то одному единому знаменателю это все перечесывать. Не знаю, я опять же только думаю, что найти можно и то, и другое. И тут вопрос только в одном – что ты ищешь? Потому что в том же, там, опять же, Достоевском, да, когда ты читаешь, ты тоже можешь найти, там, ну, ответы на разные вопросы и совершенно разных персонажей для себя выделить, там, главными или, там, однозначными, не знаю, там, положительными или, наоборот, нельзя сказать об их однозначности, да. То есть тут вопрос, что ты ищешь и что ты хочешь, я могу сказать. Я бы не сказала, что сейчас все ужасно и что прям все аморально и все безобразно. Я считаю, что есть много очень прекрасных спектаклей, в том числе детских, потому что я, собственно, и очень сейчас чаще иногда хожу на какие-то детские спектакли. И есть просто замечательные детские спектакли, которые вполне учат и мораль, и нравственность. Но тут же, понимаете, опять что иметь в виду, если иметь в виду, то, что спектакль, который учит мораль, это то спектакль, где полтора часа говорят, делай хорошо, делай хорошо, не делай плохо, не делай плохо, то, конечно, я не знаю, ну, как бы, я говорю сейчас не об этом совершенно, я говорю о том, что ведь есть какие-то, ну, вторые, третьи планы, да, и в этом, если уже брать этот момент, то мне кажется, что один и тот же спектакль, знаете, как родник, один придет там, попьет водица, другой ноги помоет, третий сольет помои, четвертый принесет жаждущим из него, понимаете, родник, он как был, так и есть, он один там течет родниковая вода. Но каждый человек, который к нему подходит, или животное, он по-разному использует его по назначению. Поэтому, мне кажется, и каждый спектакль, то есть я, например, знаю спектакли, у меня, я выносила одно, там, Лизин Папа смотрела в этот спектакль и выносила совсем какую-то другую информацию, там, моя подруга, совсем третью, или даже я, приходя на один и тот же спектакль с разницей, там, в какое-то время могла совершенно разную информацию черпать из просмотренного одного и того же спектакля. Мне просто кажется, что я не за плохое или хорошее, я не за то, чтобы там не матерились или матерились. Ну, конечно, я за то, чтобы лучше не матерились в спектаклях, это понятно, Ну, очевидно, наверное, по мне. Но если это вынужденная мера и необходимость, что такое тоже бывает, и это не единственный яркий момент в спектакле, понимаете, этот прекрасный матерный слог, то, собственно, я понимаю, что бывает это и оправданно, и нужно, и возможно, и все-все. Я за то, чтобы были спектакли, были фильмы, которые, ну, в каком-то смысле были похожи на родники, но чтобы они были живые и чтобы они пригождались, и можно было из них по-разному использовать те впечатления, те эмоции, которые ты получаешь. Хуже всего, наверное, это какие-то вот такие, вот это хорошо, вот так не делай, вот это вот, ну, то есть такая жесткая какая-то поучительность неживая, как бы таких, мне кажется, спектаклей было вот много в моем детстве, когда было, ну, очень прям все как-то в детстве. Я очень не любила почему-то детский спектакль в детстве, надо сказать, а взрослый любила уже потом, как только стала чуть-чуть взрослеть, вот, поэтому тут, мне кажется, очень большое разнообразие, и тем хорош может быть наш век, наше там время, что, в принципе, ты можешь найти для себя что-то, и в любом случае, каким бы ты ни был, и в какой бы ты жизненной ситуации не находился, чего бы ты ни искал, я имею в виду.